Продолжение следует... Вы знаете, отец, он не просто глава семьи. Если взять чисто в церковном плане, то он глава домашней церкви. Он как бы пресвитер, пастор. Его жена как деканиса, а дети как члены этой маленькой домашней церкви. Аминь, братья и сестры. Поэтому как важно, чтобы отец был примером для своей семьи. Когда мне было, я не помню, лет 12 или 13, в общем, лет 50 назад это где-то было, я выучил святворение и рассказывал его в своей церкви для папы и для других отцов. Но времени прошло много, полвека, я только один куплет, по-моему, у меня остался в памяти, но все равно хочу рассказать, как бы для наших отцов сегодня. Папу нашего родного крепко любим мы. Он работает так много для своей семьи. Деньги он домой приносит, маме отдает, чтобы мы не нуждались вовсе. И папе Бог дает. Аминь, братья и сестры. Аминь. Наша тема сегодня – рождение свыше. Она перекликается с той темой, которую братья подняли в прошлое воскресенье, когда был праздник Троицы, праздник сошествия Святого Духа, или, как мы говорим, праздник рождения церкви. И главный текст, который я хочу прочитать, это Евангелие Тано будет, но сначала небольшая предыстория. Мы читаем в третьей главе Евангелие Тано, что один из начальников иудейских по имени Никодим ночью пришел ко Христу, чтобы с ним побеседовать. И вот в этой беседе Христос говорит ему очень важные слова. Он сказал, истинно, истинно говорю тебе, кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие. И когда Никодим не понял то, что сказал ему Христос, он ему отвечает и говорит, это что, я уже старый, мне что, нужно опять войти в Троу Батери родиться? Христос объясняет. И уже в пятом тексте мы читаем вот такие замечательные слова. И Иисус отвечал, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Поэтому, когда мы говорим о рождении свыше, здесь есть как бы два момента. Рождение от воды и рождение от духа. Что значит рождение от воды? В этом вопросе в истории христианской церкви были разные взгляды. Но я хочу обратить ваше внимание на четвертую главу того же Евангелия Таана, где мы читаем историю о Самарянке. Ну, кто знает историю о Самарянке? Дайте знак. Ну, я думаю, все знают. Христос с учениками приходит в самарийский город, в Сихарь. Там был колодец Яковлев, он, утомився от пути, сел, ученики пошли в город купить пищу. И в этот момент приходит женщина с кувшином воды, чтобы набрать воды. И Христос обращается к ней и просит у ней напиться. Жаркий день, хочется пить. А она так удивленно на него смотрит и говорит, как ты, будучи иудей, просишь у меня самарянки, потому что иудеи с самарянами не сообщаются. Это была дальняя вражда в течение веков. И тогда Христос говорит ей очень важные слова. Это Иоанна, глава 4, стих 10. Иисус сказал ей в ответ, если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, ты бы сама просила, и он дал бы тебе воду живую. Аминь, братья и сестры. Живая вода, вот что возрождает человека, вот от чего человек может заново родиться. Я вспоминаю свое детство, когда я читал сказки, я их любил читать, и вот одна сказка была о том, о живой воде, которая может воскресить мертвого. Но сегодня мы говорим о том, что Бог говорит. Говорит то, что слова, которые Христос сказал самарянке, а потом и другим жителям города, которые пришли туда к колодцу, это были слова, давайте еще один текст прочитаем, глава 6, 63 текст Евангелия Теана. Слова, которые я говорю вам, есть дух и жизнь. Итак, живая вода, это Божье слово. Эта живая вода может возрождать человека духовного мертвого и делать его живым. Но мы сказали, что есть два момента. Это живая вода, то есть Слово Божие. И второе, это дух, от которого тоже нужно родиться. И вот сразу же, когда Христос объяснил Никодиму, что значит родиться свыше, то есть от воды и духа, то следующий текст, который он говорит, это стих 6, 3 главы. «Рожденные от плоти есть плоть, а рожденные от духа есть дух». Итак, человек, который должен родиться свыше, он рождается от Слова Божия, этой живой воды, которым является Божье Слово, и от Духа Святого, о котором братья очень много говорили в прошлое воскресенье. И мы счастливы тем, что в нашей жизни был этот день, когда мы встретились со Христом. Это был настоящий праздник. Вы знаете, дочь из Верстищи пришла на ум, мне там такие слова. «Много встреч, мы с вами знаем разных, нехороших, и хороших много, но есть встреча, настоящий праздник. Это встреча человека с Богом». Аминь, братья и сестры. И вот апостол Павел в послании Ефесянам в главе 1, 13 текстом, как бы суммируя все, что я сказал о воде, о духе, он говорит так, четко, одним текстом. «В нем, то есть во Христе, и вы, услышав Слово Истины, благоествование ваше спасение и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом». Что значит «запечатлены»? То есть Бог как бы поставил печать на наше сердце, Святым Духом, что мы дети Небесного Отца. И вот сегодня утром мы молились все вместе. «Отче наш, священный Небесах». Почему? Мы одна семья, и мы дети всего, все одного Отца. Не только Иисус мой Спаситель и Твой Спаситель. Он наш Отец. Он Отец всех нас. И это большая привилегия. Итак, второй вопрос, на который я бы хотел задать. Когда происходит рождение свыше? Мы на него уже как бы ответили. Когда человек встречается с Богом. Когда он в молитии к покаянию склоняется и просит Господа простить его и даровать ему новую жизнь. Но здесь есть один важный момент. Помните, однажды к Иоанну Крестителю пришли люди, чтобы покреститься в покаянии для прощения грехов. А он обращается к ним и говорит, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Помните, какие слова там звучали? Сотворите достойный плод покаяния. То, что я помолился, это еще не значит, что я покаялся. Я помню проповедь брата Михаила, который говорил, что есть раскаяние. Иуда раскаялся, а потом пошел и повесился. Раскаяние за какое-то преступление. Покаяние, если посмотреть в греческий текст, означает что? Перемену. Моя жизнь меняется. Есть такой замечательный псалом, который мы поем. Новое все дал мне Господь. Новое сердце и новую жизнь Он мне дал. Там много куплетов, я помню еще один там куплет. Новые мысли Христовые цветы, новые чувства Его полноты. Новое все дал мне Господь. Новое сердце и новую жизнь Он мне дал. Аминь, братья и сестры. Аминь. Итак, если мы будем читать места Писания, как это посредило в ветхозаветной апостольской церкви, то мы видим, ну, один текст я только прочту вам из книг Деяний. Это когда Господь проявил вот это знамение огненных языков. Они сошли на апостолов, на всех остальных. Петр обращается с проповедью ко всем жителям Иерусалима и гостям. Он им говорит об Иисусе Кресте, которого они распяли, как начальника жизни. И они, слушая Его, написано, умилились сердцем. И сказали, мужи и братья, что нам делать, чтобы спастись? И что сказал им Петр? Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Вот тот процесс, который происходит в жизни каждого человека. Когда мы смотрим на все примеры, которые нам даны в Писании, то это происходило вообще быстро, в течение одного дня, в течение нескольких часов. Если мы приведем все примеры, ну, например, помните, как один из семи диаконов Филипп крестил Евнуха? Он с ним беседует, едут в колесницы. Тот уверовал, покаялся и говорит, вот вода, что препятствует мне креститься? Если веру же от всего сердца, можно. И тут же покрестился и получил все, что ему Господь обещал. Потом другие примеры, друзья мои. Но все это происходило сразу же. Вот первая христианка Европы, Лидия, как она уверовала? Она уверовала и сразу же крестилась. Темничный страж, помните, который содержал Павла и Силу? Он думал, что когда вот это чудо произошло, темница содроглась, оковы упали, он вбежал в темницу в таком страхе, и хотел уже даже наложить на себя руки, как ответственный за побег узников. А Павел его успокаивает и говорит, мы все здесь. А он в страхе, мужи, братья, что мне делать? Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. И что произошло? В ту же ночь крестился он и весь его дом. Но, как я уже сказал, это было в апостольских временах. Все, покаялся, крестился, покаялся, крестился и стал членом церкви. Все в один день в течение, может быть, иногда двух-трех часов. Но когда церковь начала развиваться, уже во II-III веке, мы видим, что те, кто покаялись, пришли в церковь, помолились, они проходили определенный период времени, как и сегодня у нас. Иногда это достигало двух-трех лет. Их называли оглашенными, то есть они как бы провозгласили Иисуса Христа своим личным спасителем в молитве и покаянии. Не помните, как сказано? «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». Но подготавливались к крещению, они иногда ходили год, два, даже три, чтобы потом креститься, и их уже называли верными. И вы знаете, что интересно, я когда узнал эту историю вообще древней церкви, когда совершалась вечеря Господня, то на вечере Господней оставались только верные, то есть члены церкви. Даже все гости, даже те, кто уже покаялся, все выходили из церкви, двери закрывались, и там совершалась вечеря только для верных. Друзья мои, и самый важный вопрос, на который я бы хотел сегодня, чтобы мы поговорили, это признаки рождения свыше. Вы помните, что когда три тысячи человек в день Пятидесятницы покаялись и верой приняли Господа Иисуса Христа, крестившись, что о них сказано? Это 2 глава, 42 текст. Посмотрите. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Это признаки рожденных свыше людей. Итак, первый. Постоянное пребывание в учении апостолов. Что это значит? С одной стороны, это изучение Писания, это учение апостолов. А с другой стороны, если я изучаю, но не живу, как я изучаю это Писание и учение апостолов, то я не пребываю. Я просто ученик, который теорию учит, но практики нет. Поэтому как важно, чтобы рожденный свыше человек, он пребывал в учении апостолов. То есть не только знал, как нужно поступать, но так поступал. Помните, апостол Идаков что пишет? Вера без дел мертва. И он говорит, хочешь ли знать, неосновательный человек? Ты веруешь, что Бог един, да и бесы веруют. И ты пишешь, но эта вера и не может их спасти. Вера без дел мертва. Итак, первый признак. Они постоянно пребывали в учении апостолов. Второе. В общении. Как важно иметь общение? Особенно вот, когда мы читаем Писание, вот апостол Иоанн, любимый ученик Господа. Что он говорит? Чтобы мы... Он говорит такие слова. Если ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Я долгое время не мог понять. Если я хожу во свете, то мне как бы и не нужно, чтобы кровь Христа меня очищала. Я же во свете хожу, я если согрешаю, как бы общение имею. Но вот здесь вот эта взаимосвязь, общение, хождение во свете, и кровь Христа омывает нас от всякого греха. Следующий момент, на который я бы хотел обратить внимание. В молитвах. Я помню свою молодость. Помню, у нас такая была брошюрка, синка напечатана. Еще не было такого текста. Вот синкой подпольно печатали. И, по-моему, Петр Денека был автор. И такой был, как бы, заголовок. Много молитвы, много силы. Ну и, кстати, видите, мало молитвы, мало силы. Друзья мои, вот в прошлое воскресенье, когда братья говорили нам о крещении Святым Духом, а мы вот сегодня проводим параллель, это с рождением свыше, что они подчеркивали? Вот Христос в Евангелии Луки говорит, не отлучайтесь от Солима, доколе что, не обличетесь силой свыше. Христос, вот прощаясь с учениками, глава 1 Деяния, 8 стих. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Много молитвы, много силы. Поэтому как важно пребывать постоянно в молитвах. Сидишь ли ты за рулем, почему не помолиться? Едешь, дорога длинная, на работу, с работы. Молись, пой, вспоминай тексты Писания, ты будешь прерывать большие благословения. Ну и еще тут вот преломление хлеба. Это очень важно. Вы знаете, в некоторых церквах раз в году совершают хлебопреломление. Ну, у нас в церкви каждый месяц. А есть церкви, где каждую неделю, каждую неделю они вспоминают смерть Христа и становятся участниками этой великой заповеди. Иногда мы не придаем особого значения. Да, мы говорим святыня. Да, это важно вспоминать смерть Христа. А что говорит апостол Павел в 10-й главе 2-го послания Коринфянам? «Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Чашу, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой?» Раньше я автоматом читал, не замечал. Мне так казалось, что я приобщаюсь к телу, и я приобщаюсь к крови. Текст совсем по-другому звучит. Не есть ли приобщение тела Христова, к крови Христовой? Кому? Ко мне. Для чего? Для того, чтобы переживать Божье благословение. Это не просто я поучаствовал. Происходит духовная работа. Вот это то, о чем Павел пишет. И дал бы Бог, чтобы мы имели по этому вопросу откровение. Ну и самый главный признак, на который я бы хотел обратить наше внимание, это, конечно, любовь. Помните, Христос сказал ученикам в 13 главе Евангелия Теана, 35 текстом, «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Это очень важно, друзья мои. Апостол Павел в послании к римлянам, в 5 главе, можно читать с 3 текста, я только 5 текст прочту. Посмотрите. «Потому что любовь Божия излезалась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Если мы пережили рождение свыше, если мы пережили крещение Духом Святым в тело Христова, то главный признак – это моя любовь к Богу и к моим братьям и сестрам по вере. И не только в этом. Любить своих друзей, любить родителей, любить своих детей – легко. А что Христос сказал? Посмотрите. «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих». Друзья мои, сделайте сами тест для себя. Получается ли вас любить врага? Благословлять тот, кто тебя проклинает, молиться за тех, кто тебя обидел, несправедливо поступил. Не всегда получается. И вы знаете, к концу времени все труднее и труднее будет получаться. Почему? Давайте прочтем еще один текст. Это Матфея, 24 глава, стих 12. «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Чаша беззакония наполняется. Апостол Павел в послании филикисовам говорит, что тайна беззакония – она в действии. И эта чаша беззакония наполняется. И чем больше наполняется, тем больше враг, дьявол бросает свои легионы демонов, чтобы разбить нашу веру, лишить нас любви. Друзья мои, вы знаете, когда я читаю книгу Откровения, послание первой церкви Ефесской, посмотрите, что там говорит Христос. Эта церковь, можно сказать, была примерной, очень много трудилась, благовествовала, отстаивала истину. И Господь это все хвалит и говорит об этом. Но вот в 4-5 тексте что он говорит? «Но имею против тебя то, что ты оставила первую любовь твою». И потом что он говорит? «Вспомни, откуда ты не спал, покайся и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Друзья мои, в последнее время живем, как важно, чтобы мы с вами вот эти правильные ориентиры ставили в жизни. Признаки возрождения, признаки того, что я член церкви, что я сын и дочь Бога живого. Когда мы в прошлое воскресенье много слышали текстов из 12 главы, где говорится о духовных дарах, и потом кто-то даже 14 глав вспоминал. Между ними стоит 13 глава, вся глава любви. Помните, с чего начинается? Если я говорю языками человеческими и ангельскими, но любви не имею, нет никакой пользы. Языки умолкнут. Они уже умолкли. То, что был апостолов, уже мы не видим, да? Знание упразднится. Знание действительно упразднено. Посмотрите, школьник начальных классов знает то, что люди там делали, как открытие. Закон Архимеда, закон Ньютона. Они уже знают это все. Знание упраздняется каждый день, все меньше. Нажал любую тему в Гугле, и вся информация, и все знаешь, что люди даже крупицу не знали того, что ты можешь сегодня знать. Все упраздняется. Что остается? Вера, надежда, любовь. Поэтому, друзья мои, мне бы очень хотелось, чтобы, говоря сегодня о рождении свыше, мы проверили свое сердце, проверили свою веру. Апостол Павел в послании к Олимпианам в 13 главе, по-моему, 34 текстом, по-моему, это второе послание, говорит. «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуете, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, если только вы не то, чем должны быть». Пусть Бог нас благословит. И вот это размышление, какова моя вера? Живет ли Христос в моем сердце? Пусть наполняет наши мысли. Может быть, с нами будет, как с лагикийской церковью. Христос говорит, сестаю у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему. Пусть нас Бог благословит. Аминь. Давайте помолимся. Господь наш во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за то, что Ты наш любящий Отец, что многие из нас тоже являются отцами. Сегодня вот наш праздник отцов. Помоги нам быть достойными пресвятерами наших домашних церквей, любить своих жен, любить своих детей, быть для них примером. Господи, я прошу Тебя, чтобы в это последнее время мы имели правильные ориентиры, чтобы быть готовыми к Твоему пришествию. Что если мы видим, что наша любовь охладевает, что если мы потеряли нашу первую любовь, Господи, есть возможность покаяться, сотворить, как вот Ты говоришь в Ефесской церкви, вспомни, откуда Ты не спал, и твори прежние дела. И покайся. Господи, помоги нам осознать свое истинное положение, исправить его, если что нужно, и быть достойными Твоими учениками, любящими Тебя, любящими друг друга, и весь этот мир, благовествуй им по возможности весь спасение. Тебе вечную славу за все наш Бог, Отец и Святой Дух. Аминь.